Не знаю, сколько получилось сделать так, чтобы вы посмеялись, но я буду ржать. Заранее извиняюсь. А, тут была радуга. Итак, сначала немножечко душноты. В первую очередь про ваших друзей. Наверняка у вас есть друзья или знакомые, которые верят в гороскопы, у которых эти гороскопы всегда сбываются. Возможно, вы и сами любите с утра зайти в Телеграм, глянуть, что думают звезды насчет сегодняшней даты. А, возможно, вы в гороскопы не верите. Но верите. В human design, натальные карты, 7 радикалов, или, не дай бог, предсчитайте себя к 16 типам, к одному из 16 типов по МБТИ. Ну, сегодня мы не будем такать пальцем ни в каких людей, оскорблять чувства верующих, по 148 статью никто не хочет. Я тоже нет. А поэтому спустимся на уровень пониже и немного переверсим психологию. Итак, вот тут самый душный слайд, потом все будет простенько. Давайте для начала разберемся, почему мы вообще верим экстрасенсам. Все дело в когнитивных искажениях, проблемах нашего мозга. Давайте, чтобы понять, что это за понятие, мы загуглим и посмотрим в Википедии. Википедия нам выдает такую строчку. Если мы к ней обратимся, то получим, что под такого рода искажениями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных, то есть нарушенных функций убеждений, внедренных в когнитивные схемы. Я сам ничего не понял, поэтому пошел к чату GPT, это бог нашего времени, и попросил его максимально понятно объяснить. Я этот слух читать не буду, не на камере, но если вам... Да, вам вроде видно, но вы тут посмейтесь немножечко. Но когда услышу смешки, я дальше пойду. Так, ну думаю, все прочитали. Уже гораздо понятнее, да, что такое когнитивные искажения. А вот целый список. Конкретно мы будем использовать не так много в нашем докладе. Вот некоторые из них. Например, предвзятость подтверждения. Одна из основных. В принципе, это тенденция искать, находить, в принципе, отдавать предпочтение или вспоминать ту информацию, которая так или иначе подтверждает или поддерживает наши предыдущие убеждения или ценности. Мы проявляем эту предвзятость, когда выбираем информацию, которая поддерживает наши взгляды. При этом полностью игнорируем противоположную информацию, которую наши взгляды, соответственно, не поддерживают. Есть схожая штука. Это селективное восприятие. Соответственно, это склонность людей уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с ожиданиями, и при этом игнорировать те, которые не согласуются. Вопрос только восприятия и подтверждения. Вся разница. Так-то многих когнитивных искажений, на самом деле, очень похожее название. Самое интересное, что мы будем сегодня разбирать, это эффект барного форрора, или эффект объективного подтверждения. В принципе, это общее наблюдение, согласно которому мы крайне высоко оцениваем точность таких утверждений и описаний, которые, как мы считаем, относятся лично к нам. При этом, на самом деле, подобные описания можно причислить к абсолютно любому человеку, и они будут справедливы настолько же, насколько они справедливы к нам. Не более, не менее. Один моментик. Посоветую. Вот там, на фоне, есть скриншот из, точнее, с одного очень интересного сайта, где умельцы собрали с разных источников, подтвержденных психологами и психотерапевтами мира, собственно, когнитивные искажения. Оформили их красиво, продают все на английском языке, и очень интересно полазить, посмотреть, посравнивать с собой, если что, попереводить, если английский не знаем. В принципе, когда будем выкладывать материалы, там будет ссылочка на этот сайт тоже. Немножечко истории. И в том числе ответ на вопрос, зачем я вам давал все эти тестики, которые вы потом отвечали, смотрели, такие, нравится, не нравится. Так вот история. Это была попытка воспроизвести эксперимент американского психолога 20 века Бертрема Форрера. Есть у нас люди в зале, которым я не дал тестики, потому что не знали про это дело. Суть в чем? Он, как и я для вас, подготовил совершенно стандартный тест с очень обобщенными вопросами и собрал ответы, не посмотрев на ответы абсолютно, вот вообще. Он просто составил общее описание, абсолютно обобщенное, кто-то из зала даже заметил эти моменты. Нашел он эти описания просто в самом конце газеты, в колонке гороскопов. Из разных, там, Овин, Телец, Водолей, вот выписал, и такой, зашибись, будет вот так. Я сделал то же самое. И, собственно, сейчас мы посмотрим на следующем слайде, какой результат был у нас, какой результат был у Бертрема Форрера. Ну, короче, вот этот вот дяденька, это, если что, не Бертрем Форрер, это Тейлор Барнум. Очень крутой дядька, и в честь него, собственно, назвали это когнитивное искажение. Он был американским шоуменом 19 века, про него тоже советую отдельно почитать. Реально интересная личность. Это так. Собственно, я просил вас не показывать результаты друг другу, потому что, ну, якобы это особая методика. Сейчас вы можете поговорить с соседями справа-слева, что было написано у него, и выяснится, что я также дал вам... Ага, понял. Что я также дал вам абсолютно одинаковое описание. Единственное, что я действительно сделал самостоятельно, это высчитал средний показатель оценки моей аналитики. У Бертрема Форрера получилось с его студентами 4,26 из 5. В среднем, когда психологи проверяли... Прошу прощения. В целом, когда психологи проверяли этот эксперимент и не один раз, у них получилось такое же число 4,2. Мне стало интересно. Раз уж мы все тут осинтеры, раз уж мы все тут умные люди, многие тут из инфобеза, и вообще должны раскусывать такие штуки, какая оценочка будет у нас? По собранным данным, к сожалению, не такая большая выборка, 3,8. То есть, мы опередили остальной мир на целых 4,1 пункта. Это на самом деле очень круто. Выборка была больше, и можно было бы, не знаю, поддаваться куда-нибудь, говорить, что вот мы тут самые крутые. Так что вас не так просто обмануть, друзья мои. По крайней мере, некоторых из вас. Хотя многие ответили на пятерочку, там 4,5 было, четверочки. Ну, о чем-то это договорит. Собственно, тесты достались не всем, поэтому давайте я зачитаю. И, кстати, даже тем, кому достались, иногда описание было неполным. Я зачитаю полную выкладку. Очень интересно, можете прямо сейчас с собой сравнить. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные способности, ой, слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Ревенами вас охватывают серьезные сомнения. Приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое разнообразие. Рамки ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Смешно, да? Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей стабильность. Вот так вот. Собственно, и там еще внизу тестик. Можете сейчас подумать, насколько это к вам относится. Это все дело просто в безумной обобщенности этого теста и результата. То есть это справедливо практически для всех. Очень мало кто отвечает негативно. Обычно те, кто понимают фишку, они могут ответить негативно. А так у всех там четверки-пятерки, и это нормально. Так, ну над собой немножечко поугарали. Давайте перейдем к настоящему интересной и вполне распространенной теме. Наверняка вы слышали про такое понятие, как НЛП, какие-нибудь там читали книги или видели на прилавках секретные техники чтения от спецназа ГРУ, или как читать человека как открытую книгу, прочего подобного рода заголовки. Они могут разниться в содержании, но в целом суть у них одна. Все они имеют под собой такое понятие, как холодное чтение. Холодное чтение – это набор приемов, широко используемый гадалками, экстрасенсами, медиумами, менталистами, которые подразумевают под собой, будто бы менталист знает о человеке больше, чем это есть на самом деле. Да, на самом деле он нифига не знает. Он делает вид очень искусно, очень крутые актеры, на самом деле ничего такого. Практик вытягивает информацию из невербальных сигналов тела. Это могут быть положения глаз, какие-нибудь закрытые-открытые позы, положение стоп, вот это вот все. Собственно, минуту назад мы обсуждали эффект дворного форора, он лежит в основе и этой системы в том числе. Почему холодное чтение на самом деле не работает? Ну, холодное чтение – это одна из основ нейроингвистического программирования, поэтому мы будем затрагивать их сейчас вместе, по крайней мере, на этом слайде. За первый базис холодное чтение берет понятие бессознательного. Очень советую, чтобы понять, что это за штука, поподробнее почитать таких психологов, как Карл Густав Юнг и его учителя Дегунта Фрейда. К ним отношение, может быть, не самое лучшее сложилось исторически, и сам не скажу, что поддерживаю многие их идеи, но для понимания, не знаю, как-то мира, себя, для каких-то новых идей прикольная штука. Действительно советую. Так вот, бессознательное, по мнению магических практиков и всяких интересных инвелпишеров, так их назовем, настолько сильно связано с телом, ну, по их мнению, что по невербальным, будто бы по невербальным сигналам тела можно считать вообще всего человека разом, понять всю его психологию, понять, как он двигается, чем он живет, чем он питается на самом деле, и вообще вот досконально его изучить. Ну, и потом использовать это с какими-то интересными целями для себя. На самом деле самая большая проблема в этом том, что при этом НЛП пытается, как и многие другие техники, сгруппировать людей по кучкам. Вот тут начинается самая большая проблема. Это относится как к знакам зодиака, как к той же самой характерологии 17 этих радикалов, прости господи. И все они подразумевают, что человеков можно разделить на какое-то количество. Вот здесь вот кучка, вот здесь вот кучка, вот здесь вот кучка. И это будет работать. Не будет это работать. Давайте представим такую ситуацию. Например, вы встречаете какого-то человека. Вы начинаете считывать его по определенным шаблонам и относите его к заранее изученному типу. Кладете его в такую условную коробочку. И, так сказать, все. Человек для вас открыт, он для вас понятен, им можно управлять, его можно изучать. Делаешь с ним, что хочешь. Но дело в том, дело в том, что мы при этом очень сильно обесцениваем человеческую индивидуальность. И это не просто крик души. На самом деле люди чересчур индивидуальны, чтобы их можно было просто рассовать по коробочкам. Конечно, у нас у всех есть какие-то общие черты, которые можно заметить, подметить. Так мы находим друзей, так мы, не знаю, с коллегами сходимся. Это очень прикольно и удобно. Однако, конкретно взять человека, запихнуть в коробку и потом по описанию этой коробки добавить ему еще каких-то характеристик, заранее не изучив этого человека, невозможно. Вот еще один такой пример, который, возможно, для кого-то станет, точнее, кто-то вспомнит об этом. Вспомните, возможно, вы встречали какого-то человека, ну просто безумно на вас похожего. Ну вот просто ваш клон буквально. И вы смотрите на этого человека, это буквально ваша копия, вам с ним так безумно приятно общаться, вы проводите с ним вечера. Ну, как бы буквально вы, он вас зеркалит. Ну вот в один прекрасный вечер за одним из таких разговоров оказывается, что он, не знаю, какой-нибудь идеологии не той придерживается, которой вы привыкли придерживаться. Может быть, сказал что-нибудь настолько ужасное, что ваше мировоззрение просто разрушилось. И все пипец. Представьте, вы единственный раз в жизни встретили практически вас самих. Потом бац, и даже он оказывается совершенно иным существом. Ведь у многих и такого опыта не было. Но кто-то, возможно, узнает каких-то лучших друзей в этой ситуации, не обязательно досконально похожих. Или просто друзей. И можно вот понижать, понижать, понижать. Суть в том, что людей слишком много на Земле, чтобы, ну и они слишком индивидуальны, чтобы их можно было там на 7 или 16 или на 40 неких групп разделить. Но у нас действительно несколько больше. Есть и другая проблема. Все не так радужно, как хотелось бы. Самые распространенные объекты исчитывания, как я уже говорил, это глаза, стопы и позы. Обычно характеризуются как закрытые-открытые. Объясню, пожалуй, на примере последнего, как самые популярные и известные. Вряд ли кто-то тут зачитывался, ну, пишенными всякими книжками. И слава богу, не надо. Поэтому давайте возьмем за пример, например, закрытую позу. Вот когда человек скрещивает руки на груди, вот так, и говоришь, ой, зачем ты встал в закрытую позу? Вай, вай, вай. Ну да, я вот встал в такую позу. Я вот такая красивая тяночка. Почему смех? Однако тут есть загвоздка. Скрещенные руки, я объясняю на примере скрещенных рук, в принципе, это справедливо для любых положений, поз и так далее. Скрещенные руки могут символизировать буквально что угодно. Например, я довольно высокий человек. Я вон тут могу растянуться, и мне все равно не хватит, кажется, места. И если тут есть еще высокие люди, они меня поймут. Очень длинные руки. Это буквально макаронины, которые болтаются с тобой всю твою жизнь. Ты их не отпилишь, не припилишь, ничего с ними не делаешь. И когда ты идешь в метро, ты просто сшибаешь бабушек туда-сюда. Ну вот это неудобно и неприятно. Бабушка в первую очередь. А я люблю бабушек. Поэтому я стараюсь куда-нибудь спрятать руки. И я их там либо на ревне держу, либо куда-нибудь в карманы пытаюсь запихнуть. Ну иногда бывает, просто где-нибудь стою с кем-нибудь общаюсь, и они тоже просто вот так болтаются до колена. Ну блин, неудобно. И при этом это может быть очень хороший, крутой чувак, с которым не хочется встать такой, а я такой крутой. Нет, хочется прям солидно выглядеть. Чтобы солидно выглядеть, я просто возьму и скрещу руки. Ну очень солидно, я знаю. И, собственно, я знаю, что я с друзьями, у меня все друзья высокие, мы в группе собираемся, они тоже рассказывали, что это действительно такая большая проблема, и они находят подобные какие-то позы, им это помогает. А потом я слышу, что это закрытая поза. Ну, не скажу, что обидно, но неправда. Можно даже представить ситуацию, есть такая штука, как привычки, когда вот человек там среднего роста или даже маленького, ну то есть явно проблема не в длине рук, но там, не знаю, его отец еще с детства, его детство, тоже постоянно ходил с воскрешенными руками. Его дед, его прадед, и прапрадед, такая семейная фича. И, ну, он тоже так будет делать, его сын так будет делать. И что это, он теперь в закрытой позе постоянно ходит. Если так, мне его очень жалко. Я надеюсь, что нет, это неправда. В принципе, можно найти множество примеров. Вот один из них. Это все туфта. Самая последняя и большая проблема этой темы. Я вам немного слукавил. На самом деле, холодное чтение работает. Но проблема совсем не так, как об этом вам расскажут на платных курсах или книгах. Не покупаем такую фигню, ладно? Только если бесплатно где-нибудь. Я не говорил. Анализ человека это отражение его жестов, мимики и тона может действительно вам помочь найти какую-то приятную, ну, там, не знаю, вы с собеседником общаетесь, пытаетесь его скопировать. Самое первое, наверное, что инил-пишеры изучают, это отзеркаливание. Когда ты копируешь тембр, когда ты копируешь его жесты, какие-то фразочки, и все круто, приятно, он действительно, собеседник я имею в виду, начинает к себе относиться чуть лучше, чем к остальным людям, которые так не делали. Ну, если у него есть лучший друг, ты его не перебьешь такими штуками. Собственно, в этом и заключается проблема. Мы выходим на основополагающую занозу нлп и холодного чтения. Это киберболизация. Мы делаем из мухи слона, ну, не мы, люди, которые верят в это все дело, они делают из мухи слона. Они такие, ага, человек относится ко мне чуточку лучше, чем мог бы относиться. Ну, все, теперь я могу его контролировать. Теперь он в полной моей власти. Это не просто лучший друг. Я царь, король. Ну, есть сумасшедшие люди, это не я. И на самом деле нет, тут магии нет. Это так не работает, к сожалению. Если есть холодное чтение, должно быть и горячее. Собственно, в отличие от холодного чтения, где лишь создается видимо из того, что человек знает о тебе все, при горячем чтении он действительно знает о тебе все. Горящее чтение это техника чтения, которая предполагает, что информация человеке уже каким-то образом тайно получена. В то время как холодное чтение по сути своей это банальная манипуляция, ментализм. Горящее представляет собой реальную работу с анализом и данными. И это, собственно, наш любимый асинт. Это мы. Тут немножечко кейса. Совсем чуть-чуть. Давайте так. У большинства людей открыты аккаунты в соцсетях. И они туда пишут вообще все, что хотят. Я не имею в виду нас. Мы тут наоборот все хиканутые, забитые асинтеры, которые такие не подходи ко мне. Ты что пытаешься меня снимать? Уйди. Хотя вы сюда пришли. Это достойно. Многие там сидят, смотрят через 10 тысяч VPN-ов. И такие, только бы меня не нашли. Бля, я не могу, конечно. Да уже все. Там еще этика. Собственно, суть в том, что у большинства людей, не считая нас, хотя, я думаю, здесь найдутся люди, которым плевать на все это дело, они ведут абсолютно открытый образ жизни, выкладывают все, что хотят в соцсети. И что самое интересное, такая штука есть в соцсетях, это ссылочки на другие соцсети. Они лежат прямо в постах, они лежат прямо в описаниях, они лежат вообще везде, где угодно. Иногда прям, блин, пожалуйста, я завел там аккаунт в TikTok, подпишитесь. Ну, человек прям буквально просит его найти еще где-нибудь. Ну, я иду и нахожу. Я человек простой. Так вот, на самом деле, есть такой у меня бзик интересный. Я могу зайти в какой-нибудь там ВКонтакте и просто найти, не знаю, человека с интересной фамилией, красивой аватаркой. И просто попробовать найти его где-нибудь еще, не используя Google вообще, то есть вот проходя только по ссылочкам. Я никуда это не выкладываю, нигде не записываю, это просто... Я даже забываю, у меня с памятью проблемы вообще большие. Поэтому я стараюсь быть добрым, чтобы делать это просто в кайф, а потом забывать и жить дальше. Но вот что-то я все-таки сохранил. Однако, я считаю, что, ну, там человек, ну, предыстория, зашел в ВК, слева, конечно же, аккаунт, и буквально первая запись незнакомого сообщества, там какая-то красивая картиночка с красивым текстом, там то ли стишок был, то ли какой-то небольшой рассказик, думаю, прикольное сообщество, захожу, спускаюсь чуть ниже, там контакты и, соответственно, основатель этой группы. У него прикольная фамилия, и вот тут момент. Я все специально закрыл, на самом деле, даже так это можно найти, но я считаю, что будет правильным, раз уж я тут пришел и рассказываю про синт среди асинтеров, ну, так жестко не дианонить людей, даже если они в открытую что-то выкладывают. Я у него разрешение если что не спрашивал. Я просто знаю, что он мне, скорее всего, нахер пошлет. Ладно, сейчас не буду. В общем, заходим к нему в описание. И вот это, то, что вы видите, последняя колоночка, это, наверное, где-то треть, если не четверть от реальной информации, которая у него там лежала. У него, если, вот чтобы вы понимали, было, он поменял пять школ, и там были, под каждый был указан номер телефона. Я не знаю, директрисы или классные руководители, это были разные номера телефонов. Он там везде, где учился, везде, где работал, все дела. Но я вот взял самую верхушечку айсберга. Собственно, мы знаем его дату рождения, сразу же можно там гороскопы, тотальные карты, да, вычислять. Семейное положение, у него есть жена, действительно, там с ней куча фотографий. Если зайти к ней на аккаунт, там тоже куча всего интересного, она такая же, как и он, вообще ничего не скрывает. Живет он в Москве, вместе работой у него указан тот же самый паблик. И самое интересное, наверное, в качестве сайта он указал свой гитхаб. И, как оказалось, этот чувак, там чуть ли не 10 лет, это вот первый человек, которого я просто ткнул в ВК. Этот человек, 10 лет, фуллстэк, разработчик веба, он там пишет на PHP, C++, немного питонок, какие-то еще кучи, 10 тысяч языков. Вот там какой-то безумный человек просто. Вот. И самое интересное, что при этом он настолько не дианонится, что у него есть Skype, абсолютно открытый аккаунт, прямо сейчас можно зайти, ему позвонить прямо отсюда. Ну вот, никаких блокировок. Я не знаю, но очень интересный человек. Зачем я это все рассказываю? Дело в том, что подобных людей очень много, ну прям их абсолютное большинство по сравнению с нами. И подобную информацию может нарыть, да блин, ваша бабушка. Если она гадалка, мне страшно. И, ну, чего уж говорить про каких-нибудь там молодых менталистов, которые приходят и начинают считывать всех подряд, откуда они знают информацию. Вот, горячее чтение. Он просто, не знаю, сфотографировал тебя, нашел, пожалуйста. Куча ботов, которые сделают это за него. ГБ, е-мое. И самое интересное, что есть такое понятие, как интернет-гадалки. Они вообще никого к себе домой не приглашают, никуда не приходят. Они сидят в WhatsApp, возможно, в Вайбере, если он еще не умер. На Авито вот сидят. Очень интересные тетеньки. Кстати, я даже находил их на Авито. Даже думал взять, но потом, наверное, к следующему докладу подготовились. суть в том, что они просто просят скинуть денежку и скинуть фотографию. Ты кидаешь им свое лицо, и они тебя очищают от порчи, дают тебе сразу венец брачия, снимают венец безбрачия, желают тебе удачи, и типа на богатство, чтобы ты еще раз, видимо, пришел и заплатил. Гениально. И все, они вообще ничего не делают. Самое интересное, что есть подписки, там можно 300 рублей в месяц, и тебе присылается карта Таро каждый день с утра с описанием того, какой у тебя сегодня день. Вот ты смеешься, а мне страшно, потому что куча людей платит за это деньги, и мне, честно говоря, тоже хочется так зарабатывать. Карта Таро, колода Таро стоит, ну там, рублей 300 минимум. Ну ладно, справедливо. Мне не хочется карму портить. Ну, короче, это все очень круто, но давайте посмотрим на настоящих профессионалов. Вот это те самые осинтеры, к которым мы должны стремиться. Это, кстати, не очень даже... Хороший вопрос. Да, да. Ты ни разу не видел? Я знаю, что с какими повстречался, там, упаси боже, я таких осинтеров не знаю, как эти находят информацию. Так вот, надеюсь, сейчас запустится. Интересно, будет ли звук? Видимо, звука не будет, но в принципе, это не важно. В общем, это бельгийская социальная реклама про некоего Дэйва, чрезвычайно могущественного, ясновидящего, который узнает конкретную информацию, в первую очередь, финансовую. Видео раскрывает волшебство за волшебством, информируя нас всех о том, что выйти за рамки реального очень просто, и жизнь наша интернетная абсолютно не защищена. Пока просто посмотрим. Я потом даю анализ. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok ом cara, ом cara, о чужиме. Vijf? Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, 75-90.000 euro. Dat betekent. 41. Ja. Jij zegt? Ja, dat is juist. Oh my God. ой, да я не знаю я не знаю спасибо собственно вы посмотрели даже посмеялись Вообще прикольно. Давайте остановимся и чуть поподробнее вникнем вообще в суть происходящего, тем более тут было без звука, а там они очень прикольно на бельгийском разговаривают. Есть ли бельгийский язык? Есть? Спасибо. Да, на бельгийском языке разговариваю. В начале видео было написано, что все это действие подразумевает под собой съемки к шоу этого самого Дэйва, ясновидящего, чтобы люди от камер не шугались. Собственно, вот люди заходят в шатер, они не шугаются камер, как и договаривались, и, как мы теперь понимаем, информация с этих камер сразу же идет за ширмочку, которая потом упала. И вот те самые три интересных чувака моментально начинают пробивать этих людей. Вот этот вот чувак в белом Дэйв, он гениальный вообще стратег, он начинает с ними обниматься, долго обхаживаться, как-то долго здоровается, что-то там делает, специально оттягивая время для того, чтобы у его парней было время на то, чтобы это все наосинтить. Он потом вообще танцевать начинает, это очень смешно, что выглядело, там, к сожалению, всего два с половиной кадра, но загифить бы и сохранить на добрую память. Собственно, потанцевал. Обычно у гадалок менее эффектные, однако менее эффективные методы. Они тасуют колоды, гремят рунами, затем делают расклады. Они опираются на знания, полученные в ходе каких-то разговоров с вами, ну, если вы, предположим, клиент. При этом они могут получать информацию заранее, собственно, то самое горячее чтение. И потом они всю эту информацию вываливают вам же просто через призму расклада. Ну, что там, бог на душу положит. Карта на стол, что выложится, то и будет. Если почитать про самую популярную методологию, это, конечно же, карты Таро, нужно получить много интересной информации и вообще кайфануть. Вот реально советую изучать чисто по приколу подобные темы. С виду, каждая карта, особенно если сделать акцент на старшем аркане, ни у кого не звонит, кроме меня. Сам себе худший друг, да. Так вот, если мы возьмем старший аркан, если кто не знает, это небольшое количество карт от целой огромной колоды, всего 11 штук, в которых, которые имеют индивидуальные... Кстати, их не 11, я вот и забыл, потому что не гадаю. 16, вспомнил, спасибо. Да-да-да, ну, в общем, ко мне за раскладами не ходите, как я понял, вот вы где-нибудь в задних рядах ищите людей. Так вот, суть в том, что эти 16 карт подразумевают под собой максимально индивидуальные какие-то черты, и, дескать, они вообще максимально друг от друга должны отличаться. На деле, любая гадалка, насколько бы вы, вот даже если вы не разговариваете, если вы там, по вам не нашли никакой инфы, просто к ней пришли, там, не знаю, на бумажке написали, что вам надо, сказали, я не мой, обед такой взял. И там, нагадай мне старуха, вообще плевать, что у нее выпадет. Она, вот, собственно, как мы сделали с экспериментом барного форера, то, что мы там напридумывали вот этих всех обобщенных штук, есть вообще целые, тоже, так называемые техники, когда можно бесконечно говорить вообще ни о чем, просто обобщенно, обобщенно давать информацию. Вот, идеально тренируется такая штука, если вы работаете гадалкой от трех лет и более. Вот, джуниор-гадалки, они такие. Вот, смедла уже, на самом деле, страшное дело. Собственно, вернемся к видосу. Обратите внимание на то, что Дэйв, он как будто что-то бормочет, ну, не может конкретно сказать, у него микронаушник, очевидно, в голове. Он все знает, ему вот только что прилетела информация, как мы видим, про Antwerpen, и сразу подтверждение. Но он что-то там вот, блин, да, к сожалению, нужен был звук. Он там действительно бормотал, очень как-то вот несвязанно говорил, хотя там в дальнейшем будет еще один показательный момент, там и без звука понятно. Так вот, в таких случаях эстрасенсы, ну, просто прощупывают почву. Они тыкают пальцем в небо буквально. Это такой метод эмпирического получения информации. Они пытаются попасть хоть куда-нибудь, а дальше вы им все расскажете. Дело в том, что благодаря обыкновенной нашей разговорчивости мы хотим поделиться своими проблемами. А друзья уже, сука, не слушают, мы их задолбали. Поэтому они идут к гадалкам. Это лучше, чем психолог. Зачастую даже дешевле. Почти в абсолютном большинстве дешевле, кстати, если не ходить к ним каждый день. Как и к психологам, собственно. Хотя советую. Так вот, дело в том, что они при этом, я имею в виду клиенты, начинают опровергать неверные суждения, если слышат от гадалки какие-то неправильные выговоры. Она там говорит, вижу мужа. Она такая никогда, ну, там даже не мужа, вижу мужчину. Она такая, я никогда не была жената. Она такая, да-да, я знаю, возможно, это твой... Она такая, брат, да-да, вижу брата. Ну, то есть, просто вытягивает из вас информацию. Если вы будете долго молчать, она скажет про отца, уж отец у вас где-нибудь да есть. Ну, или был, простите. Так вот, подобный способ получения информации, это вот, да, знаменитый мем про закон Мёрфи, на самом деле называется законом Каннингема, и подразумевает под собой такое понятие, когда мы просто делаем какую-то фигню, выкладываем это на всеобщее обозрение, и такие, я прав. И кто-то такой, нифига ты не прав. Вот так надо. И такой, вот, тебе спасибо, а то до этого никто не мог объяснить. Но это вот закон Каннингема. Безумно удобная штука. Я из вас, походу, сейчас дебилов всех сделал для ваших друзей. Они такие, да что ты не понимаешь ничего? Но это реально работает. Вот попробуйте, если не понимаете чего-то, вам никто-нибудь не говорит, сделайте 10 ошибок. На 11 кто-нибудь задолбается, вам объяснит. Обратно немного к видосу. Собственно, еще интересный момент. Там, возможно, видели татуировку у девушки. Собственно, Дэйв там говорит, что видит двух насекомых сзади. При этом мы уже в курсе, что у него там наушничек, что он все понимает. Он опять что-то там пытается пробормотать. И он постоянно говорит туманно. Зачем он это делает? Собственно, это немного возвращаясь к предыдущему слайду. И затем, чтобы, в принципе, навести таинственности. Потому что, представляете, вот он, представляете ситуацию. Ну вот он, да, действительно угадал. Там была вот эта татуировка. Но информацию, как мы можем предположить, получали эти люди, ну там, из какой-нибудь социальной сети. Она, например, выложила фотографию этой татуировки. И там похвасталась друзьям. Соответственно, ему в ухо сказали. У нее татуировка. Если бы он сказал, вижу у тебя татуировку над копчиком, две бабочки, три слова. Но это было бы очень странно. Да, само по себе это звучит странно. Не знаю, может я нагнулась и увидел или что. Или, по крайней мере, пахнет жареным. Ну, как-то не очень красиво. А еще хуже, если при этом это не ее фотография. И осинтеры просто тупо ошиблись. Возможно, даже нашли ее реальный аккаунт. Но она скинула такая, блин, хочу такую татуировку. Вот, смотрите, девочки. И они такие, у нее есть татуировка. Это вообще какая-то левая женщина. Зачем ее тут все впихнули? И в таком случае он был бы каким-нибудь оболтусом, который неправильно сказал. А из-за всех этих туманных, при этом явно конкретно указывающих на что-то определенное, для нее все понятно. Она такая, точно, это про моих бабочек. Но для всех остальных это будут просто какие-то туманные выражения. Он специально это делает, чтобы в случае чего она опять же подтвердила опасения. Либо увела его в сторону. Очень прикольная штука. Да, кстати. Вот. Надо будет. Не буду искать эту девушку. Дальше Дэйв переходит к финансовой части ясновидения. Собственно, это была реклама социальная о защите своих кредитных карт, данных. И что там гуляйте по вашим этим интернетам, но будьте осторожны, не сливайте информацию. Ее там и без вас хватает. Собственно, там единственная женщина, которая замазала лицо. Вот с ней он общался на тему там долгов. И он, понятное дело, шокирует подобной информацией. Мы не привыкли, что о наших финансах можно знать столько всего. Что в принципе это какая-то очень личная для нас информация. А тут ее просто сливают. Я, если честно, сам иногда не помню, сколько я должен по кредиту платить. Я просто пять тысяч кладу и забываю. А тут прям такие точные цифры. Так вот. Тут социалочка. И очень заканчивается, как по мне, правильными, интересными словами. Он пишет, ваша жизнь проходит в сети, и это может быть использовано против вас. Будьте бдительны. Мне кажется, изумительное завершение вечера. Позвольте себе повторить эту немудреную истину и закончить выступление. Ваша жизнь под угрозой. Будьте бдительны. Не точно, зато правда. Момент. Небольшие благодарности хотел. Ну, в принципе, я благодарен всем слушателям. Мне очень приятно было с вами находиться. Как в качестве зрителя, так и в качестве докладчика. Я хотел бы выделить нескольких людей, которые безумно помогли мне и по жизни, и с докладом. Это наш главный организатор Саксой. Да, вот ему, пожалуйста, аплодисменты. Я надеюсь, сейчас он смотрит нас. Дружище, это тебе. Спасибо, что ты есть такой человек, который искренне любит свое дело и при этом дарит это дело другим. Таких людей очень мало, и это очень круто. Также я хотел бы поблагодарить собаку. Он заставил меня делать эту работу. Без него я бы не начал. За это ему отдельная благодарность. И, к сожалению, никого из них здесь нет. Но также хочу поблагодарить кота. Все вот эти мемы, приколы и аниме, это все из-за него. Это вот, если что, к нему вопросы. Он меня начал. А, ну, док знает. Также хочу поблагодарить Дюкеру. Хочу поблагодарить Глеба Аканьямакс. Вале, Анку, вот там он где-то сидит. И многих-многих ребят с нашего форума. Док тебе вообще отдельно. Ты очень крутой чувак. Да. И Миссара я вообще лично уважаю. И могу очень много рассказать про этих людей. Но не буду затягивать на два часа доклад. Тем более, есть еще много-много людей, которых я хочу поблагодарить. Но лучше я это сделаю лично. А всем пока. Но пока что вопросики. Спасибо. Так, любые вопросы на тему магии, NLP, моего мнения на этот счет. Я люблю поболтать насчет фигни. Чек, чек. Вопрос такой. И вообще, может быть, в тему ли он? Поправь меня, если не так. Я помню, видел какие-то инструменты, позволяющие, допустим, при собеседовании с специалистом, которые работают на детекторе лжи, снимать видеоинтервью и с помощью алгоритма анализировать реакцию человека и потом совершать какой-то анализ. Есть ли какие-то инструменты, как они называются, и встречали ли мы что-то подобное в сфере? Ну, хороший вопрос. Лично я, на самом деле, не сталкивался с подобными инструментами, поскольку не работаю в данной сфере. Но вы можете посмотреть запись одного из предыдущих, если я не ошибаюсь, шестого доклада. У нас там выступали два докладчика, которые в этом не первые десяток лет. Чуть больше, чем десяток лет. И вот они там очень подробно на эту тему говорят. Я боюсь, что я просто, тем более при них скажу кучу фигни. Но вопрос действительно стоящий ответа. Советую посмотреть. Там круто рассказано. Ну, пожалуйста, не за что. Спасибо за доклад. Я не так... В целом я, в общем, согласен со всем, что вы сказали по поводу там NLP и все такое, да? Но только чтобы для дискуссии. Что есть вот такой пример, что есть люди, к которым гадалки не подойдут никогда там. Ну, просто они видят, что эти люди не подвержены их влиянию. Вот. С одной стороны, да? То есть уже мы можем поделить людей, которые подвержены влиянию, не подвержены влиянию. И они это видят. Ну, практически сразу. Вот. То есть я что хотел сказать, что мы делить людей на группы не можем. Ну, согласен, да, вроде как. Но с другой стороны, если понаблюдать за какой-то группой людей, там, допустим, 5-10 человек, и на них сразу можно выделить вот этот лидер, вот этот он там все время будет в углу стоять, этот там чисто технарь, его вообще лучше не трогать. Вот. То есть все-таки люди делятся на такие группы, и их можно выделить, и потом, выделяя эти группы, на них, ну, влиять. Правильно? Да. На самом деле так и есть. Я, наверное, не очень много уделил времени. У меня была буквально одна фраза, по-моему, на эту тему. Я упомянул, что у людей есть общие характеристики, по которым их можно объединить. Ну, то есть конкретно найти, точнее, общие схемы. При этом, в целом, в группы, в какие-то коробочки, их объединять нельзя. Дам тогда пояснение. Дело в том, что, да, если, например, возьмем тех же самых технарей, вот там, не знаю, я, например, технарь, и вот вы, наверное, тоже технарь. И у нас есть что-то общее. Например, то, что мы технари. И при этом все остальное у нас может быть разное. Ну, там, начиная от чисто, там, не знаю, биологических, заканчивая, не знаю, там, поведением по жизни, понятиями этих жизней и так далее. Мы прям можем быть абсолютными противоположностями. И там найти несколько, буквально там пару-тройку схожестей, при этом они абсолютно не будут относиться к технарской теме. И вот проблема как раз этих созданий групп в том, что в таком случае люди берут эти группы, смотрят, ага, ты технарь, ты технарь, а еще у вас у обоих клыка нет. Ну, почему-то вот так сложилось. Значит, у всех технарей нет клыков. Соответственно, если я ищу технаря, и он еще не открыл рот, я уже знаю, что у него нет клыка, и я буду с ним общаться, как с человеком, у которого нет клыка. Ну, это вот очень банально упрощаю, вот такая проблема. Насчет группы, где там можно четко понять, лидер, не лидер. Да, если мы берем конкретное, просто собрание людей, то есть это не сформированная группа пока что, и мы не группируем ее по характеристикам. Это просто собрание людей. Из нее можно сделать команду. И там, да, действительно, могут быть хоть все лидеры. Ну, тогда этой командой, правда, вряд ли можно будет назвать. Однако у них могут быть характеристики совершенно разные, и мы их объединяем не потому, что у них есть что-то общее, а просто потому, что они здесь. Просто потому, что вот я их увидел, там, пять человек. Я могу вот так вот из вас целую огромную команду собрать, или вот зал поделить. И сказать, вот выберите здесь лидера, и наверняка у кого-то из вас найдется, ну, среди вас найдется человек, который такой, вот, да, у меня лидерские качества. И вот здесь такой один найдется. А может быть найдется несколько, и тут будет махач, кстати, было бы интересно. Но, да, суть в том, что при этом сами характеристики людей, если их так можно назвать, не задействуются. То есть мы просто объединяем людей скорее по территориальному признаку, чем по какому-либо-то еще. Не по территориальному признаку, а по признаку применимости к данной ситуации. В том числе, да. Вот, то есть если в этой ситуации нам нужно выделить людей, поделить людей по признакам в этой группе, вот мы можем их так-то поделить. А, да, если нам нужна определенная характеристика, то есть мы вот условно человек, человека можно так взять и назначить ему так, ну у этого человека есть вот это там качество, вот это, вот это, вот это, качественные характеристики список составили и все. И вот там, не знаю, а, ну собственно, у нас тут есть опять же корпоративные безопасники, куча других безопасников, куча там, не знаю, людей, которые работают с другими людьми, они начальники, наверняка у многих из вас есть, ну, как бы списки людей и, по крайней мере, вы хотя бы в голове, не обязательно бумаги представляете, что это за люди, у вас есть понимание, что вот этого человека, например, вот сюда поставить нельзя, а вот здесь он отыграет лучше всех. Если мне нужно будет там три человека вот с такой характеристикой, я их туда пошлю. Да, в таком случае это, конечно, не территориальное разделение, но... Ну, я к тому, что, зная вот это вот, условно подлив этих людей таким образом, на характеристики не обязательно там технарь-нетехнарь, лидер-не лидер, там, это женщина, это мужчина, но в таком влиять потом на их поведение. Ну, тут как раз вопрос, насколько эта характеристика отвечает такому понятию, как подверженность влиянию в принципе. Ну, то есть, например, само понятие, например, вот я технарь, да, я там, железячник, процессоры чиню, ну, например. И вот как на меня можно повлиять, зная только то, что я чиню процессоры? Можно сейчас придумать кучу всего, например, ага, угрожать тем, что сломаю процессор, а вот тут вы не правы, это другая характеристика. Если я, например, эмпатичен к процессорам, а может мне плевать, я их чиню, потому что мне деньги платят. Ломайте, я буду рад, сломайте, я их починю, мне заплатят еще больше денег. В этом суть. И поэтому тут вот вопрос как раз игры с этими характеристиками, и в итоге мы все равно вот будем ниже и ниже опускаться, и в любом случае придем к тому, что это будет что-то иное. То есть, да, предполагать, конечно, можно. То есть, есть какие-то общие черты, которые в целом справедливы для неких групп людей, если мы их можем объединить. И какое-то влияние мы на них можем оказывать, действительно. Как раз, если мы возьмем то же самое NLP, оно условно разделяет людей на три условные группы. Это аудиалы, те, кто больше слышит, воспринимает информацию на звук. Это люди, которые визуалы, соответственно, на зрение. И кинестеты, которые чувствуют. Ну, в каких-то книгах, это, по крайней мере, то, что я слышал оригинальное, где-то больше находят. Там ее воняние причисляет вообще все 10 чувств. Но вот, однако, это вот самое популярное. И, да, например, влиять на одного аудиала каким-то способом можно. И при этом, если мы будем, если мы встретим еще одного аудиала, и мы знаем, что мы повлияли при помощи какого-то звука, вполне вероятно, на него это тоже может подействовать. Однако, это как раз вопрос с мухой и слоном. Насколько сильно мы можем на него повлиять? Ну, то есть, да, если это аудиал, я могу использовать специальные слова, чтобы, ну, расположить его к себе. И при этом, да, возможно, он будет ко мне чуть более снисходительным, чем к остальным. Но что мне это даст в прогрессии? Ничего. Если я ничего не сделаю для дружбы с ним, если я ничего не сделаю для того, чтобы, ну, как-то поддержать общение, а буду просто такой, ой, я король, я вообще тебя прочитал, я тебя контролирую. Ну, к сожалению, это кончится, наоборот, проблемами. Нередки случаи, когда люди перегибали. Когда ты, естественно, зеркалишь людей, мы все стараемся зеркалить друг друга. Ну, по большей части, это нормально. Но когда мы начинаем делать это специально, мы можем выйти за рамки естественного и в таком случае порвать эту некую границу, и человек может из-за этого стригериться на агрессию и вернуть хотя бы к обратному, будет гораздо сложнее, чем изначально вести себя нормально и дружить нормально. Поэтому, да, я, например, кучу этих техник знаю. Всего этого могу тут целый час перечислять, но при этом применяю ли я их сознательно? Нет, специально не применяю. Потому что, да, это приводит обычно к фигне. И очень хочется еще, знаете, чувствовать себя каким-то вот властителем мира, управленцем и так далее. Тем более, что на самом деле это не так. Это, ну, попытка себя сделать приятное. Не будем говорить таким способом. Вот. Да, длинный ответ получился. Если добавить как вагону, я могу пару слов добавить. Если не применимо гадалкам, а другим людям, с которыми мы работаем, ну, сотрудничать с асинтом, то есть применяя асинт, с кем мы сталкиваемся, кто еще может выделять какие-то отдельные типологии людей по каким-то определенным их признакам и характеристикам и качествам, чтобы в дальнейшем с этим каким-то образом работать и, как правило, манипулировать, либо использовать какое-либо другое влияние. Это социальные инженеры, которые, например, могут использовать какие-то типологии, разделяя людей по каким-то определенным чертам, чтобы повысить возможность положительной реакции на фишинг, например. И применяется также корпоративная безопасность, то есть по каким-то определенным маркерам определяется, насколько человек, допустим, опасен для той или иной вещи, структуры. В таком случае тоже работает разделение людей, приравнивая их к какому-то определенному общему знаменателю, однако, ну, как сказал Квагон, здесь все измеряется в том, насколько это нужно в рамках чего-то выделения. То есть в данном случае мы говорим про уровень влияния и подверженность этому влиянию. Вот. Я все. Да, спасибо. Хороший комментарий. Даже короче, чем я. Вот. Если еще есть вопросы и не устали от моего голоса. У меня есть одна маленькая такая теория с некоторым интерактивом. В общем, поднимите руки те, кто считает себя айтишником, технарем там или смежным, сочувствующим. Так. Ну, почти все. Сочувствующих много. Хорошо. А теперь поднимите руки те, кому нравится темная тема в редакторе. Матрица. Хорошо. А теперь поднимите руки те, кому нравится темная тема в редакторе. Ну, я кажется... Ну, конкретно у меня... Тут, кстати, тоже интересный момент. Я говорил про привычки и какие-то биологические особенности. У меня, например, есть фотобоязнь. И иногда она обостряется в совершенно случайные моменты. На меня сейчас светит куча светильников, мне плевать. А бывает, я просто сижу за компьютером, в интернете лазаю, и у меня вот есть светлый фон, меня просто бам, как врежет. Поэтому я всегда в темном, везде включаю. Видишь? А в остальном я попал. Ну, вот да. Я просто к тому, что есть общие темы, даже которые могут быть на первый взгляд совершенно не связанными с какими-то общими чертами. То есть технари внезапно любит матрицу. Кто бы мог подумать? Ну, у меня сестра любит шутить про ориентацию. Всех айтишников. Вот она как раз объединяет в одну большую группу. Я такой интерактив проводить не буду. Ты сам. Ну, вы скучный, конечно. Я тут разогнался. Я бы успел убежать со сцены. Так, еще вопросы есть? Все, тогда спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.